Мы не должны забывать про молитву друг за другом. Мы не должны забывать про молитву Господу. Мы можем просить Бога вмешаться в нашу жизнь, принести исцеление нашему телу, мир нашему разуму и обеспечение, открыть двери, когда вокруг стоят стены, потому что мы поклоняемся Богу избавления. В этом году мы часто слышали эту фразу. Эта фраза 2020 года. Я часто общался с друзьями, другими лидерами, и всегда слышу вопрос, что безопаснее всего сделать. Я понял, что эта фраза на самом деле является манипуляцией. Я пришел к выводу, что не всегда выбираю самый безопасный вариант. И, как всегда, я сделал список. Если мы собираемся выбрать самый безопасный вариант, то кое-что нам придется отложить. Сноубординг, водные лыжи, скейтбординг, нельзя. Лестницы, подъем на стул, нет. Самолеты, лодки, вертолеты, не-не. Я смеюсь с вами, но хочу, чтобы вы задумались. Я не хочу, чтобы вы были постоянно отчаянными, не учитывая информацию, но живите. Когда мы собираемся на поклонение, мы придерживаемся дистанции, носим маски, проверяем температуру у детей и тех, кто работает с ними. Мы убираем наше здание после каждого собрания с помощью дезинфекторов. Мы не поступаем бездумно, но мы осознаем важность нахождения вместе с народом Божиим. На этой неделе наша тема звучит так, когда ваша сила подводит вас. И сегодня я хочу поговорить о факте, о котором ясно говорит Писание. Бог за нас. Вы должны это знать. Ведь если Бог за нас, то разве имеет значение то, кто против вас? Римлянам 8, 28 говорит нам. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Бог содействует нам, если мы любим Его. Если вы презираете Его, противитесь Ему, бунтуете против Него и ненавидите Его, вы сами по себе. Народ Божий обладает уникальным статусом на земле. Что же скажем? Если Бог за нас, кто против нас? И реальность такова, что если Бог за нас, то не имеет значения, кто на другой стороне. Творец неба и земли на нашей стороне. Апостол Павел предлагает нам доказательство в следующем стихе. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Каково подтверждение Божьего присутствия и поддержки нас? Он дал Своего Сына, чтобы предложить нам иное будущее, как во времени, так и в вечности. Далее, в 35 стихе сказано, кто отлучит нас от любви Божьей. Если звучит такой вопрос, то очевидно, что кто-то попытается отлучить вас от любви Христовой, отлучить вас в мыслях, эмоциях, покое, в мире. Затем Павел дает список вещей, которые могут отделить вас. Эти вещи могут так увлечь вас, что вы отвернетесь от Господа. Такое бывает скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. За тебя умерщивляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Это неприятный стих. Я хотел бы убрать его из своей Библии. За Господа нас может ждать смерть. Я бы хотел, чтобы он сказал, «За Господа вас ожидает шоколад». Да, за Господа вы получите больше бекона, но там говорится, что «за Господа нас умерщивляют каждый день». Нас считают за овец, обреченных на заклание. Соперники Господа постоянно недооценивают нас. Они смотрят на нас и думают, что мы слабые и глупые. Они правы. Мы слабы и не особо умны. Но они постоянно недооценивают того, за чье имя мы стоим. 37 стих является ключевым. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Во всем этом мы лучше завоевателей. Это тема нашей недели. Во Христе Иисусе вы больше завоевателя. Как можно быть больше завоевателя? Многие считают, что завоеватель – это вершина лестницы. Быть лучше завоевателя – значит войти в конфликт и выйти с победой, забрав всю добычу. Вы выходите в лучшем состоянии, чем до того, как вошли в конфликт. Вот почему я говорю вам, что не считаю, что мы просто вернемся к тому, что было. Я верю, что мы пройдем этот год, и церковь станет живее, активнее, сильнее, решительней и эффективней, чем когда-либо ранее. Я имею в виду не только это собрание. Да, происходит потрясение, и я верю, что его автором является Бог, не правительство. Я верю, что Бог решил встряхнуть землю, и будут другие потрясения. Часть нашей задачи на это время – научиться стоять решительней, реагировать, понимая основания нашей жизни. Потому что нас ждут и другие потрясения. И в сравнении с ними это время покажется спокойным. Это не угроза, и я не хочу напугать вас. Я хочу, чтобы вы понимали и были готовы побеждать. Я хочу научить вас некоторым вещам, которые мы увидим в это время. Обычно мы лучше учимся, когда переживаем небольшой стресс. Мы все лучше учимся, когда мы отчаиваемся. Я хотел бы увидеть руки тех, кто всю ночь готовился к экзамену, потому что вы были в отчаянии. Нет, я не просил вас поднимать свои руки, но если хотите признаться, это хорошо для души. У нас было множество недель на подготовке, но мы решили отложить на потом. И вот в ночь перед экзаменом вы решаете найти книгу. Иногда мы лучше учимся в таком состоянии, но мы не можем позволить себе выйти из этого сезона без некоторых фактов. И первый факт – Бог освобождает. Бог, которому мы поклоняемся, освобождает. Мы будем проходить через места, в которых нам понадобится Бог, который освобождает. Жизнь сложнее, чем нам того хотелось бы. Иногда вызовы приходят в виде диагноза, у других они возникают в отношениях, в-третьих, они бывают финансовыми и экономическими, они бывают разными. Но наш Бог – Избавитель. 33-й Псалом, 20-й стих. «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». У праведного много скорбей или проблем. Тот факт, что у вас есть проблемы, не означает, что вы неудачник, или что вы отошли от Господа. Это означает, что Бог знакомит вас со своим характером. Он избавит от всего этого. 70-й Псалом, 20-й стих. «Ты посылал на меня многие лютые беды, но и опять оживлял меня». Иисус – наш пример. Жизнь Иисуса не была лишена проблем. До того, как Его в Гефсимании арестовала напуганная толпа, в жизни Иисуса были случаи отвержения, критики, искушений, потери. Когда Он был младенцем, родители бежали с Ним в Египет из-за резни царя, которого к этому подтолкнули беса. Жизнь Иисуса не была легкой и удобной. И наши жизни, как последователи Христа, также будут состоять из непростых моментов. Эти моменты могут наполнить нас горечью, если бы не помощь Духа Святого. Иеремия предупреждает нас, и я считаю, что оно актуально сейчас. Иеремия обращается к жителям Израиля, народу Божьему, потому что Божий суд вскоре сойдет на них из-за того, что они отвернулись от Бога Авраама, Исаака и Иакова. Они не отвернулись от религии. У них есть храм. Они каждый день приносят жертвы. Они отмечают религиозные праздники. Но в свою религиозную практику они ввели ложных богов. И Бог говорит, «Из-за того, что вы поступили так, Мой суд сойдет на вас». В книге Иеремии сказано, «Тогда города Иуды и жители Иерусалима пойдут и воззовут к богам, которым они кодят. Но они нисколько не помогут им во время бедствия их». Это время помогает нам оценить степень того, насколько мы полагались на ложных богов. Это не просто принесет суд Божий на нашу жизнь. Эти ложные боги бесполезны в трудностях. Когда я говорю вам, что Бог, которому мы поклоняемся, это Бог избавления, то это должно быть основанием ваших отношений с Ним. Мы не должны забывать про молитву друг за друга. Мы не должны забывать про молитву Господу. Мы можем просить Бога вмешаться в нашу жизнь, принести исцеление нашему телу, мир нашему разуму и обеспечения, открыть двери, когда вокруг стоят стены, потому что мы поклоняемся Богу избавлению. Если вы думаете, что можете избавить себя или обеспечить себе будущее, или заработать столько, что вам не придется полагаться на Бога, вы ошибаетесь. И когда придет суд Божий, эти ложные боги падут, они не помогут вам. И то, в какой мере это время изменило ваше сердце и вашу жизнь, вместо того, чтобы наполняться тревогой, начните благодарить Бога за то, что Он открыл вам то, что вы полагались на вещи, которые не были достойны доверия. «Боже, я должен научиться лучше доверять Тебе». Все мы учимся этому понемногу. Мы искали справедливости у правительства, но правительство не является источником справедливости. Бог — источник справедливости. Если правительство справедливо, то потому что Бог в нем. Если мы отделяем правительство от Бога, оно будет несправедливым. Наш Бог — Бог избавления. Есть и второй момент, который мы должны понять в это время. Цель нашей жизни — почитать Господа, ходить путями праведности. Мы не должны бороться со злом и нечестием. Мы должны решительно ходить путями праведности. Бог даст нам оружие и защиту. Это позволит нам процветать, независимо от того, что враг бросит против нас. Но главный вызов в нашей жизни — это ходить в праведности. Мы не обязаны побеждать зло. Мы должны побеждать искушения, которые зло бросает против нас. Вызовы, чтобы жить в победе. Но наша битва не за то, чтобы победить зло. Иисус сделал это на кресте. Помните историю из Содома и Гаморры? Эти города были настолько нечистыми и аморальными, что Бог сказал Аврааму, что уничтожит их. Авраам был хорошим бедуином, он умел торговаться, и он начал торговаться с Богом, небо и земли. Он сказал, «Неужели Бог уничтожит город, если в нем будет 50 праведников?» Бог ответил, «Нет, я этого не сделаю». Тогда Авраам сказал, «А если 40?» Бог ответил, «Тогда тоже нет. Как я уже сказал, он умел торговаться, он дошел до 10. Ты уничтожишь эти города, если там будет 10 праведников?» А Бог ответил, «Нет, не уничтожим». Трагедия Содома и Гоморы в том, что там не было 10 праведников. Разрушение Содома и Гоморы не зависело от скверности нечистивых. Разрушение Содома и Гоморы было связано с безразличием народа Божьего. И когда я говорю, что главная задача нашей жизни «Ходить с путями праведности», то я не имею в виду посещение церкви и религиозный вид, который обманывает пастора. Пасторы не особо умны, но то, как вы начинаете свой день, как ведете дела, как проводите свое время наедине, это говорит о том, как вы почитаете Господа. Это связано со словами, какие вы говорите, с тем, что вы смотрите и о чем думаете. «Господи, я хочу почтить Тебя». Думаю, большинство из вас хорошо знает историю Иисуса. Бог воскресил Иисуса. Согласны? Воскресил из мертвых. Помните, что Иисус сказал? «В руки Твои отдаю Дух Мой». Я ходил праведно перед Тобой. Смерть смотрит мне в лицо. «Враги насмехаются надо мною. Они замучили меня до смерти, но я предаю свой дух Твои руки. Если я не ошибаюсь, ангел откатил этот камень, и наш Господь вышел оттуда». К сожалению для Пилата, его надменный разговор с Господом был записан. «Разве вы не рады тому, что ваши надменные претензии к Господу не записаны?» Иисус стоял перед Пилатом, и он сказал, «Если бы ты знал, кто я». Однажды Пилат снова окажется перед Иисусом, но Иисус будет во всей славе. Это будет совсем другой разговор. Я призываю вас сделать почитание Господа целью своей жизни. Третий урок, который мы должны запомнить, звучит так. Я назвал его «Синдром Ионы». Говоря простым языком, не оставайтесь в неправильном положении. Когда вы знаете, что вы неправы, меняйтесь. Бог дал задание Ионе. Иона – пророк, но он отреагировал неверно. И так много раз. Он дал не тот ответ, имел не те мысли, пошел не в том направлении, показал не то поведение и отношение. Иона ошибался. Он серьезно ошибался. Первая глава, пятый стих книги Ионы. «Они на лодке, началась буря, все думали, что потонут, и устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля». Это отчаяние, друзья. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Моряки напуганы, а пророк спит. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». Нечестивые язычники, не имеющие завета с Богом, молятся. Они делают все, что могут. «О, приамы, взбунтовавшиеся и непослушные Иона, пророк, нам не нужен синдром Ионы». Когда мы упрямо идем в своем направлении, говоря, «Я не буду сотрудничать, не буду делать этого, не буду говорить с нечестивцами, которые не ходят в церковь». Друзья, я обращаюсь к тем, кто называет себя последователем Христа. Сотрудничайте с Богом. Когда Дух Божий показывает вам что-то, Он приглашает вас взяться за это. Чтобы ни было, «Сотрудничайте». Так будет лучше. В книге Ионы всего четыре главы. Иона находит новый подход, но ему приходится пройти через отчаяние. И вот Иона говорит, «Объяли меня воды до души моей. Бездна заключила меня. Морской травой обвита была голова моя. Было бы легче покаяться на борту корабля, до основания гор я не шел. Земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада». Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господа. Он не спит. И молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего. И вот его трансформация. А я глазом хвалы принесу тебе жертву, жертву, что обещал исполн у Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Новый подход Ионы состоял в том, что он не будет спать во время событий. Он покаялся. Он изменил свои мысли и направления. Я бы хотел взяться за это задание, Господин. Он приносит благодарение, выбирает повиновение, выражает смирение. Друзья, это наш новый подход. Мы не возвращаемся к январю двадцатого года. Мы говорим Господу, я изменю свои мысли, отношения и поведения. Я хочу поблагодарить Тебя за этот год. Господи, я буду повиноваться Тебе так, как никогда ранее. Я смирюсь перед Тобой. На прошлой неделе я попросил вас прочитать первую часть книги псалмов с первого по сороковой псалом. На этой неделе мы будем читать вторую часть, но я говорил вам, чтобы вы не просто читали псалмы, чтобы поставить галочку и сказать, что вы выполнили задание. Размышляйте над ним. Приглашайте Дух Божий в каждую главу, чтобы стихи оживали для вас. Выбирайте. Если все они кажутся вам пресными, выберите один. В этом нужно практиковаться, а для этого нужна дисциплина. Иногда я ставлю метку возле стиха, чтобы вернуться и вставить его в табличку. Я хочу брать по стиху из главы. Это всего лишь пять, шесть глав в день. У вас будет четыре, пять, шесть стихов, а потом прочитайте их вместе. Вы посмотрите, что Бог говорит вам, и постарайтесь применить это в своей жизни. Учитесь молиться псалмами, чтобы Слово Божие являлось в нашей жизни. Друзья, мы сидели в церкви и наблюдали за христианством как зрители слишком долго. Нам нужен другой результат, а для этого нам придется выбрать новое поведение. Спасибо за ваши молитвы о моем помазании. Не останавливайтесь. Это хорошо, но эффективность церкви связана больше с нашим поведением в целом, чем с помазанием человека. Так для чего нам молиться псалмами? Они являются выражением благодарности, провозглашением веры. Они помогают нам увидеть Божий взгляд. 26-й псалом говорит, «Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Если бы псалмопевец не сказал мне этого, я был бы менее терпелив. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. И надейся на Господа. Мне нужны эти указания. 28-й псалом, «Господь даст силу народу своему». Почему нам нужна сила? Потому что иногда нам приходится ждать, «Боже, дай мне силу». Это хорошая молитва. 31-й псалом, «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобой». Вот это обетование. Бог наставит меня и научит меня, а также будет руководить мною. 34-й псалом, «Вступи с Господи в тяжбу стяжущимися со мною, побори борющихся со мною, возьми щит и латый восстань на помощь мне, сразись с теми, кто сражается со мною». Это отвлечет хулиганов. Это лишь те стихи, которые я выписал на этой неделе. Вы можете сделать это на следующей неделе с новыми псалмами, пуст они станут вашими. Когда потрясения и вызовы увеличиваются, у вас должна быть уверенность и метод, через который вы приглашаете Бога в свою жизнь. Я взял эти стихи и объединил их в речь. Я уверен, что вижу благость Господа в земле живых. Я буду ждать Господа, буду стоять в Его силе, в ободрении и ожидании. Господь дает мне силу, Он благословил меня миром. Бог учит меня лучшему пути. Он дает мне советы и защиту. Божья любовь окружает меня. Я доверяю ему. Господь борется с теми, кто выступает против меня. Он воюет с моими соперниками. Господь берет свое оружие, чтобы защитить народ свой. Он говорит мне, я твое спасение. Мое спасение от Господа. Он моя твердыня в трудные времена. Он помогает мне, спасает меня. Я нахожу убежище в Господе. Вы хотите провозгласить эти же вещи в своей жизни? Тогда я приглашаю вас сделать это. Поднимитесь со мной. Вы можете повторять за мной. Это стихи из псалмов, которые я давал вам. Я уверен, что вижу благость Господа на земле живых. Я буду ждать Господа. Буду стоять в Его силе, в ободрении и ожидании. Господь дает мне силу. Он благословил меня миром. Бог учит меня лучшему пути. Он дает мне советы и защиту. Божья любовь окружает меня. Господь борется с теми, кто выступает против меня. Он воюет с моими соперниками. Я доверяю ему. Господь берет свое оружие, чтобы защитить народ свой. Он говорит мне, я твое спасение. мое спасение от Господа. Он моя твердыня в трудные времена. Он помогает мне, спасает меня. Я нахожу убежище только в моем Господе. Аминь. Аллилуйя. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мерфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Приветствую, апастор Аллен. Мы живем во времена невероятных перемен. Я считаю, что это величайшая угроза для стабильности нашей страны. Она возникала неожиданно и в том виде, который мы не поняли. Мы до сих пор пытаемся понять, что делать с этим. Все это привело ко множеству последствий, одним из которых стала лавина тревоги и страха. Это актуально как для тела Христова, так и для неверующих. У нас есть ресурс, который может помочь вам. Я провел исследования и изложил их в книге о свободе от тревог. Если вы не верите в Бога, то некоторые вещи принесут вам тревог. Но Иисус сказал, что мы можем возложить все свои тревоги на Него, потому что Он печется о нас. Мы не обязаны жить в оковах страха, тревоги и смятения. Если вы прочитаете эту книгу и позволите Духу Божьему помочь вам применить ее в своей жизни, она освободит вас от тревог. Надеюсь, она вам понравится. Мы приглашаем вас стать партнером служения предназначения. В подарок мы вышли вам в книгу пастора Алана Свобода от беспокойства. В этой книге вы узнаете, как можно избавиться от тревоги и страха, чтобы наслаждаться свободой в Иисусе Христе. Зайдите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране. Вы можете выбрать опцию «Стать ежемесячным партнером служения». Благодарим за вашу поддержку.